Но есть ощущение, что события, которые происходят в Зените, могут дать шансы остальные? А какие события происходят? Возможно, не подбразиться. Минус Малком, минус Вендал и, возможно, Баулинья. Нам не важно, какая разница кто-то там играет. Нужно играть со всеми и стараться победить. Что говорил Сергей Николаевич в первой сезоне? После река было какое-то соврание, общение? Пока не было соврания. Ты сегодня играл десяток? Ну, относительно. А расскажи? Обычно не было такой десятка. Один опорник, два, высший и все. Но это было удивительно, потому что на поле был спортсмен. Почему? Не было удивительно. Мы так весь сезон играли только. Ну, что-то повыше. Почему? Ну, твои были повыше. Могли наблюдать, что там стоим, что поиграли весь сезон. Ну, то есть это то же самое. То же самое. Ничего не поменялось. Ники, немножко, возможно. Чего же это не поменялось? Возможно, наверное, прессинг чуть поменялся, а так ничего больше не поменялось. А «Динамо» тебя удивил? Потому что они явно играют по-другому. Ну, относительно было удивительно, что там Смолов играл, наверное, больше десятку. Вот это было удивительно. Что они прессингуют выше? Ну, готовились к этому. Что они будут прессинговать. Твои личные ощущения, физические кондиции? Ты фактически долго не играл в официальных матчах. Ну, у меня не было отпуска. Я готовился сразу же без отпуска. Я тренировался, восстанавливался и готовился к сезону. Готов? У меня отпуска не было. Не, ну, было там пару-два-три дня, наверное, было, в общем. Но такого, чтобы двухнедельного перерыва не было. Ходили жуткие слухи, что зимой ты привез из отпуска на килограмм. Да, это все слухи. На самом деле, этого не было. Ходили слухи, ты переходишь в другой клуб. Нет, тоже такого не было. А что, вас не звал «Зенит»? Куда? Меня? Нет. Ну, лично ко мне никто не обращался. Я не знаю, видели или нет, но вас Анатолий Бушевец назвал одним из лучших игроков российского чемпионата. Ну, это очень приятно. Это прозвучало неожиданно и прям наверняка вас так ободрило. Ну, конечно, когда хвалят, всегда приятно слышать, но нужно дальше работать и прегрессировать. Спасибо большое. Всех больших.